Дальше я даю запись. Вы знаете, что наши вебинары, с них делаются тезисы или дайджест, как это по-иностранному называется, краткое описание самого существенного. К сожалению, это не дает пока возможности основательно комментировать какие-то более глубокие мысли, если таковые бывают на вебинаре. Но, тем не менее, пока кому нужно, можно на одной странице, на полутора страницах прочитать, о чем там было вещено на прошедшем вебинаре. Или, вернее, что было существенно. Таким образом, что еще дальше? Хорошо. Значит, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Хотелось бы повторить новости, которые вы уже слышали из новостей Capital. То, что касается дисконт 1 к 600. Но подготовлено и будут еще другие предложения. Поэтому, друзья, делайте свои, как говорится, не ставки, а планы, о чем я уже говорил. То есть, занимайтесь своим портфелем инвестиционным. Пока у нас еще такая возможность есть. Поэтому, чтобы потом в будущем не жалеть, что вот как так я тут профукал и так далее, и так далее. Но об этом еще более подробно в процессе нашей встречи с вами. Я начну традиционно с того, что мы за землю сегодня в ответе, дорогие друзья. Скажут спасибо, завтра нам дети. Это такая непроходящая истина. Я не устану ее повторять. И думаю, что и вы тоже самое будете делать. Потому что любой, какой бы вклад ты, я или они не сделали в то, чтобы улучшить транспорт, улучшить ситуацию, посадить дерево, насорить, убрать лес. Вы знаете, у нас, например, в Эстонии происходит такая, проходит, не только в Эстонии, а по целому ряду стран Евросоюза, проходит такая акция весной. Это практически где-то там же, где раньше мы проводили всесоюзные субботники. Когда люди очищают все трассы около дорог, собирают, ведь люди не думают, выбрасывают в окно, они думают, если я из машины выбросил, значит у меня чисто. А нет, природа засоряется, загрязняется и так далее. Поэтому люди выходят, молодежь, в особенности очень много молодежи, выходит и у нас через несколько недель или в течение нескольких недель вырастают целые вереницы мешков, наполненных вот разным мусором. Проезжают уже специальные машины, собирают это и около дорог, но не нарастает вот этой корки грязи. Это я привел не случайно, например. Это можно и в своем хозяйстве точно так же сделать, это можно во своем дворе сделать, можно в своем городе, можно в своей стране. Можно ждать, когда это кто-то другой начнет делать, но проще всего начать это делать самому. И тогда мы ответим, мы оставим своим детям, своим последующим поколениям хоть чуть-чуть почище нашу землю матуши. Дальше. Вопросы, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Официальная позиция компании – оживление процесса инвестирования. Я постараюсь вот здесь немножко пофилософствовать в хорошем смысле этого слова, дать вам дополнительную информацию. Еще раз о долгосрочных выгодах инвесторов и партнеров. Жизненные признаки партнера, предпринимателя, инвестора. Опять о предпринимательстве, понимаете? Потому что люди многие думают, что вот я пришел, торганул быстренько. Вот торганул, да? То есть в каком смысле? Ну вот прикупил, как народ говорит. Большинство, к сожалению, это так. В особенности в начале было. Сейчас люди уже осознанно ходят и понимают, что они кредитуют проект и благодаря этому становятся владельцами акций, если такового желают. Вот буквально на днях пришел из Нидерландов вопрос. А скажите, пожалуйста, что такое значит 4% там в договоре кредитования или с обеспечением? И вот приходится отвечать, что есть разница, дорогие друзья. Первое. Когда ты кредитуешь и нажимаешь на кнопочку, завершил свой так называемый рассрочный период, нажал на кнопку и согласился взять залог в свою собственность. Тебе дается выбор. Каждому из нас дается выбор. И есть второй вопрос. Не воспользоваться этим и остаться владельцем залога. Но если ты этим не воспользуешься и в дальнейшем, то за тобой остается право получить обратно твою инвестицию, сумму. Ну да, неважно 100 долларов это, 15 долларов, 25 долларов или сколько там это было. Вот плюс 4% от этой суммы, от этой суммы. Если это было 100 долларов, то плюс 4 доллара в случае или в расчете от той прибыли, которую получит, или из той прибыли, которую получит Экотехнопарк. Мы кредитуем Экотехнопарк. И вы помните, что мы с вами говорили. Смотрите, я сейчас постараюсь вам показать, что мы с вами говорили, что мы сегодня имеем 3 единства элементов. Фактически мы оживляем технологию. Инвестируем мы в Экотехнопарк, который начали создавать. За счет этого, что оживили процесс инвестирования, он оживился только за счет того, что мы получаем залог бюджета. Акции дают или предполагают и дают возможность рассчитывать на выгоды. А так выгода какая? Никакой выгоды, просто я получаю обратно свою сумму. То есть и этот вариант как таковой есть. Но абсолютно другое дело, когда мы создаем Экотехнопарк и получаем отсюда прибыль. И совсем другое дело, если в случае, если мы не воспользуемся возможностью забрать залоговые акции. Тогда мы просто получаем от того, что мы инвестировали сюда и от этого получили к сумме, которую мы инвестировали, 4% через 3 года. В случае, как таковая прибыль здесь будет. Если она будет расчетной, то, извините, наш, как бы, так называемый, не бонус, а оплата за кредит будет тоже 4% расчетной. Но оживляется технология и акции дают возможность участвовать в бизнесе, который технология начинает осуществлять через адресные проекты. Адресные проекты. Первый, второй, десятый, двадцать пятый, миллионный и так далее. Но сегодня мы еще говорим, что одним из возможных первых проектов есть еще и монетизация. Это так называемое принятие, использование технологии блокчейн и монетизация процесса. Монетизация какого-то или последующая. Создается базовая площадка, отрабатывается механизм взаимодействия, мы об этом после будем говорить. И от этого мы начинаем получать дальше свои выгоды. Поэтому, смотрите, очень важно сегодня понимать, куда мы идем и что мы делаем. Краткосрочные прибыли и риски. Смотрите, процесс акционирования, о котором мы говорили, он на выходе имеет или предполагает получение дивидендов в конечном итоге через капитализацию. Капитализируется технология, о которой мы вот только что говорили и осуществляется повышение ценности и оживление, скажем так, или скажем, да, ну да, оживление сущности самих акций или их ценности через капитализацию. Капитализация идет через проекты, адресные проекты, которые там нарисованы. Но, и это долгосрочный проект. Плюс, за счет капитализации, один пункт капитализации это нарастание сумм, доходов, получение прибыли и, соответственно, отчисление на дивиденды. Второе. С капитализацией проекта технологии, развития этой технологии, ее выведения на мировый рынок, с другой стороны, идет повышение стоимости уже акций, выведенных на мировую, одну из мировых бирж ценных бумаг, выше номинальной стоимости. Сегодня, когда мы кредитуем, наша так называемая ценность и приобретение, если мы говорим о дисконте 1 к 100, то, значит, на 100 мы инвестируем 1 доллар, получаем 100 акций, и это значит залог. И это значит, когда мы завершили свой, так называемый, рассрочку, если кто-то с раскрочкой это делает, то в конечном итоге ценность одной акции это 1 сотая, то есть 1 цент. Выгодно. Теперь, а мы знаем, что процесс идет к тому, что выводятся на IPO акции по номинальной стоимости, то есть уже по 1 доллару, но это еще пока ничего не гарантирует, но гарантирует процесс, в процессе капитализации стоимость будет постоянно, постоянно будет повышаться. Потому что есть капитализация, она неминуема, и это значит неминуемый рост. Доллар, она может упасть в какой-то период, может быть, как-то сыграет кто-то на рынке и так далее. Но, извините, выходя при выходе на IPO акций через биржу ценных бумаг, мы являемся мощным игроком. Почему мы являемся всем вместе мощным игроком? Мы являемся потому, все вместе мощным игроком, потому что у нас половина минус 2 акций от всех выводимых на мировую биржу акций. В конечном итоге выводятся-то свободные, но и мы-то выходим с этими акциями, и мы получаем возможность участвовать в этом процессе. Но это долгосрочный проект, дорогие друзья. Поэтому, когда мы говорим о процессе кайонизации или монетизации, то, чего, к сожалению, после высказываний в прошлом году, к сожалению, я объясню почему. Значит, высказывание, что, дорогие друзья, готовится то-то, то-то. Все вдруг, у всех в грозах начали сверкать и мигать доллары. Значит, все увидели, о, ты смотри, что там с биткоинами, с ванкойнами, что так с даккойн какой-то выходит, там еще тысяча различных коинов выходит, да. И вдруг мы тут сейчас сможем хоп и быстро обогатиться. Но поймите правильно, да, возможно, краткосрочную выгоду можно поймать. Деньги получил, деньги это самое, да, взял. Но не рискуйте сегодня, ведь вы знаете, какие взлеты и падения прошел хотя бы тот же самый биткоин. Десятки раз почти что. Ну, не десятки, ладно, там 5, 6, 10 раз упал, сейчас потихонечку растет, вырастет, опять припадет. И что с ним дальше будет, мы не знаем. Риски большие. Конечно, в конечном итоге, когда-то, по всей вероятности, это будет так называемый сейф. Но до этого тоже надо еще дожить. Это займет времени. Вот, поэтому выгоды краткосрочные. Инвестируя в процесс акционирования и развитие технологий, однозначно мы, как бы, поддерживаем сам проект, наш бизнес. А здесь можно поиграть, но поиграть 10% не более, понимаете. Можно очень сильно упасть. Вот, поэтому не здесь, не здесь заемными средствами ни в коем случае нельзя пользоваться. Поверьте мне. И здесь, что значит 10 миллионов долларов, напомню еще раз, тут стоят вопросительные знаки. Это так называемый портфель, которому рекомендуется приближаться. И это не просто выдуманная маслом какая-то цифра. Вот, да, кому-то миллион кого-то устроит. Но если вы хотите быть предпринимателем, который участвует в этом бизнесе, то, естественно, надо стремиться вот к этому, к этой цифре. И тогда выгоды будут достаточно сильны. И тогда проще будет и участвовать на краткосрочных проектах. Потому что, смотрите, вот эти все проекты, извиняюсь, не в ту сторону прошел. Вот эти все проекты, через которые будет идти монетизация, значит, они будут иметь свои акции, адресные проекты все, да. Это будут краткосрочные проекты. Он прошел и все. А этот проект, дорогие друзья, о котором мы говорим с вами, это акционирование, процесс акционирования, который мы пройдем, после 15 этапа все, уже больше не будет акционирования. Все, что приобрели, то уже ваше. И это то, что будет работать из века в век на вас и на ваших будущих поколений. Поэтому надо это учитывать. А это краткосрочное удовольствие. Я, как дедуша говорил, что это инвестирование в свою систему или программу своего здоровья, здоровья своей семьи. А это краткосрочная инвестиция в Виагру. То есть моментный какой-то такой. Или в какой-то допинг, например, в Мелдоне, если пошутить. Вот. Таким образом, идем дальше, дорогие друзья. Смотрите, что еще очень важно. У нас, значит, сегодня центром все больше и больше становится центр внимания адресные проекты. Их много, уже достаточно много, которыми занимаются. К сожалению, для многих все меньше и меньше мы будем говорить об этих адресных проектах. Потому что те процессы, которые уже вокруг компаний, группы компаний Skyway, вокруг нас идут, различные нападения там, значит, так называемые информационные нападения. Ну, причем такие, это как бы из части негатива. Они осуществляются. И чем меньше мы об этом говорим открыто, тем лучше. Но поверьте, в нужное время информация будет, когда уже проект работает, об этом будет сказано. И, естественно, каждый проект будет озвучиваться на момент его старта или так называемого объявления предложений. Если мы говорим о монетизации, то будет открыт пакет участия и так далее, и так далее. Все зависит от того, как проект будет в бизнес-плане конкретного адресного проекта изложен. Поэтому, естественно, вот если мы, когда мы говорим, не если, а когда мы говорим об так называемых проектах, адресных проектах. 1, 2, 25, 250, 2500 и так далее проект. Вот, то у каждого проекта, адресного проекта будут свои акции. И как они будут с монетизацией связаны, это уже дело того адресного проекта. Поэтому могут быть акции адресного проекта. Если сегодня, вот мы буквально недавно, несколько дней назад, беседовали с Алексеем Суходоевым, которому строго-настрого запрещено что-то сильно распространять. Вот, обсуждали тему, значит, какие акции, как. Он говорит, давайте лучше не будем говорить сегодня о том, как те акции, вот это Евразийный Рейлский Авиа Систем Сполдинг 2, о которых мы говорили. Как они будут здесь участвовать? Как-то будут. Давайте не фантазировать, когда будет разработано как, тогда будет объявлено. Может быть, они прямо и не будут. Есть даже такой вариант, что они прямо и не будут связаны ни с какими токенами. А вот, но будет даны определенные преференции. Причем я сегодня неофициально вам могу сказать, дорогие друзья, что те инвесторы, которые успели, смогли, захотели, значит, пройти, извиняюсь, пройти, ушел опять не в ту сторону, которые успели пройти вот к этому моменту от миллиона до 10 миллионов. То есть, в зависимости от того, какой у тебя портфель, насколько ты был способен, возможен, значит, у тебя будет возможность и получить определенные условия при, значит, входе в адресные проекты. То есть, момент токенизации. Что сегодня можно сказать с достаточно высокой достоверностью. Так как, помните, я вам когда-то вякнул про 1 к 600, и то он поднимался, то опускался, то еще что-то. Так и сегодня об этом я вам вякаю. Я прошу прощения за такое сравнение. Но я так думаю, что по всей вероятности будут преференции для тех, кто имеет определенные пакеты, определенной величины от миллиона и выше долларов в основные процессы акционирования. Ибо успешность всех кайонизационных процессов, связанных, а наши только будут связаны с проектами Скайвей, зависит от того, насколько наша технология успешно внедряется. А внедрением технологии в первую очередь был первый адресный проект в тех, кто парк, а все остальные проекты строительства в любой точке мира являются уже так называемыми реперными точками или так называемой индикацией успешности этой технологии. Вот поэтому и будет здесь, дорогие друзья, выдаваться определенные возможности вхождения. Те, кто пожелает краткосрочно что-то сделать со своими акциями и краткосрочно поучаствовать в этом краткосрочном проекте. Но не более. Не так, что сидят, как до сих пор сидели и думали, о, сейчас будет а-ля биткоин Скайвей, и мы сейчас хапанем очень сильно что-то. Забудьте про это, дорогие друзья. Такого не будет. Будет что-то более мощное и более основательное. Поэтому деньги, акции или и криптовалюта важны пока и деньги, наиболее важны акции всего этого, потому что их можно будет менять и на деньги, которые будут на тот момент в будущем каком-то, близлежащим, далее лежащим. Могут быть и токены или так называемые какие-то крипто единицы технологий, но акции будет самое основное. Поэтому, пожалуйста, сориентируйтесь на этом правильно. Что еще важно? Значит, смотрите, по нашему сегодняшнему распорядку хотелось еще сказать, об этом мы уже проговорили, жизненные признаки партнера-предпринимателя. Очень важно, я считаю еще раз важным напомнить людям, вам, всем, что не упускайте возможность сегодня войти и вступить на путь именно использования. Если у вас нет бизнеса, то подумайте об этом. Но жизненными признаками инвестора-предпринимателя сегодня являются сумма инвестиций, которую я наверху показывал, это не обязательно 10 миллионов, может быть, чуть меньше. Не надо выскакивать из штанов, я прошу прощения, идти куда-то занимать и срочно повышать свои инвестиции. Нет. Но воспользуйтесь и все статистические анализы в социальной сфере показывают, что у людей есть, вот если взять, допустим, неважно, сколько там человек, у человека есть ресурс, допустим, месячный ресурс. Если это 10 тысяч, то 2 тысячи есть у него резерв. Если это 10 тысяч, то, извиняюсь, если это 100 тысяч, то 20 тысяч у него есть резерв. Если он правильно перерассмотрит или перерассмотрит свои расходы, которыми он пользует. Жизненно необходимый. С 10 тысячами там достаточно сложно, потому что там корзинка уже такая, что там уже нечего делать. Заплатил за коммунальные расходы и в 9-10 тысяч кончились. Все правильно. Но я прошу прощения, но люди ведь живут как? Не только одними 10 тысячами, есть и другие возможности. Поэтому из всего количества официальных и неофициальных доходов человека, 20% всегда можно и нужно откладывать до срочной программы. Иначе не будет, дорогие друзья, благополучия и не будет процветания. Будет просто прозябание изо дня в день. Думайте об этом. Количество личных инвестиционных программ, пакетов. Это надо планировать. Прочитано страниц книги в день. Смотрите, ведь я говорю здесь не о дебилетристики, я говорю о книгах, которые продвигают человека, прибавляют ему компетенции, которые развивают человека. И со старым мышлением, мы об этом неоднократно уже на вебинарах говорили, скажем так, очень трудно будет распорядиться теми несметными благами, которые может и будет давать это участие вот в этой программе Skyway. Поэтому нужно развиваться и нужно планировать. Больше не надо, 15 минут. Пожалуйста, 15 минут это определенное количество страниц. Сегодня 15 минут, завтра, через 100 дней или в течение 100 дней по 15 минут это уже 1500 минут. Смотрите, сколько страниц книги можно прочитать. Я понимаю, большинство из нас страдает тем, что я вот сегодня начну и сразу пол книги прочитаю. Не рвитесь, правильно планируйте свой день. Прослушать вебинаров один плюс один в неделю или хотя бы один. Провел столько-то встреч, столько-то презентаций, технологий маркетинга. Стало падать у нас, дорогие предприниматели, количество привлечения новых инвесторов. Не потому что, скорее всего потому, что или устали, но извините меня, ведь на работу-то вы тоже каждый день ходите. Или, например, если не ходите, то у вас есть бизнес, вы его делаете. Войдя в этот бизнес, рассматривая себя как предприниматель, следовательно, нужно и здесь правильно планировать. А правильно планировать, значит, надо вот здесь поставить свои определенные задачи. Обеспечить 5 инвесторов, 10 инвесторов, 20 инвесторов. Обеспечил сколько? Два. Тоже результат. В первую линию. Помог кому-то еще. Участвовал в сталькитах, семинарах. Если ты не участвовешь в семинарах, у тебя кругозор не расширяется. Не участвовать в вебинарах, ты не знаешь информации, не знаешь новых данных о том, куда проект... Вот, например, сегодня вы видели, там шел разговор, значит, в одном, если вы посмотрите, там было, что сколько людей прошли через... И пришло испытание, не испытание, извиняюсь, а определенная сертификация, там есть такой элемент вместимости юнибуса или, ну, вагона транспортного средства, скажем так. Вот. Не знаешь. То есть идут уже испытания. Они уже прошли. Сейчас просто показывают то, что можно показать. Мы участвовали в форуме Экофесте. Причем об Экофесте могу тоже сказать, что сейчас идет подготовка о том, к тому, чтобы, я в прошлый раз уже, видимо, немножко говорил, что по всей вероятности, чтобы расширить круг людей, которые смогли бы быть причастны к Экофесту и даже, может быть, более эффективно поучаствовать, так называемый, точечно показать Экофест в онлайн трансляции с Экофеста. Не надо будет сидеть с утра до вечера, а можно получить так называемый дайджест, видео дайджест о всем Экофесте. Конечно, энергетически это разные вещи, но, тем не менее, можно приобщиться к этому процессу, и это все будет организовано. Вот. Далее, что очень важно нам еще знать, это сколько ты пригласил и привез на форум людей, потому что в регионах проводятся форумы, проводятся конференции, назовем правильный даже, может быть, так. Вот. В конференциях сколько участвует? Естественно, если люди есть, если это твой предприниматель, ты приехал, привез свою команду. Один человек, два человека, 15 человек, это команда. Приболошенных на презентации, на семинары в месяц человек. Запланировал? Нет. Так, если запланировал, очень хорошо. Установлены цели на месяц? Это уже есть определенные цели, но какие-то цели есть еще. Консультация по дублированию, горизонталь и вертикаль структуры, то есть проконсультировал ли ты кого-то, дал ли консультации, назначил ли такой день, договорился ли ты со своим спонсором, договорился ли ты со своим куратором региона, написал ли письмо в чате, что разобрался ты с таким вопросом. Потому что идти дальше, передавая людям информацию, надо быть самому компетентным и быть положительным и конструктивным, дорогие друзья, от этого очень много зависит. Я на своей шкуре, а шкура у меня достаточно уже такая продубленная, дубовая или дубильных веществ у меня много. Я могу сказать, как только становишься отрицательным, а мы все грешим этим делом, становишься неконструктивным, тебе еще больше наваливается разных задач и только успевай разгребать. Поэтому изначально вставая с постели утром, будьте положительны и конструктивны. Я вам этого сердечно желаю. Далее. И тогда, дорогие друзья, это только часть. Можно еще сюда что-то прибавить. Жизненные признаки инвестора-предпринимателя ведут его к ключевому инвестору-предпринимателю, у которого будет много чего делать в адресных проектах. Вопросы. Пакеты и статусы компании тоже будут влиять? Конечно. Нет. Вы знаете, Зинаида, не пакеты и статусы в компании будут влиять, а скорее всего будет так называемый потенциал инвестиционный. Трудно там. Может быть, какие-то критерии будут. Я сегодня не могу вам однозначно сказать. Об этом шла речь. Мы постоянно дискутируем между собой в директорате, вот как это лучше сделать. Что-то будет. Но сегодня не будем над этим спекулировать. Это только у меня были автоматические средства. Переводятся в доли. Не в доли, Павел. Какое окно использую? Если я использую, опцион использую, нет. Так, не понял вашего вопроса. Средства не переводятся у вас автоматически в доли, Павел. Доли – это русский выворот. Я уже об этом говорил. Там в кабинете написано только для того, чтобы никто не придирался. Фактически это акции. Если правильно перевести. Но как только говоришь слово акции, я уже раз объяснял. Объясню еще раз. Как только говоришь слово акции, то каждая инспекция может тебе сказать. Ага, значит ты участвуешь в купле-продаже акций. С долями немножко проще, потому что нет рынка долей, а рынки акций есть. Вот поэтому и не ввели это слово. Если так вот, ну просто на рабоче-крестьянском уровне это дело объяснить. Никакой кнопки использовать или не использовать, а опционом нет. Нет, пока нету, да. Есть только у вас по поводу пакета 1 к 600, если вы таковым были. То есть, если вы инвестировали в декабре месяце 2015 года. Так, дальше что у нас пакеты и статусы там дают. А какая разница, кто сколько инвестировал? Все инвестируют по мере... Правильно, Геннадий, абсолютно правильно. Разницы нет. Но дело в том, что вы понимаете, скорее всего можно будет как-то копирироваться. Вот, но лояльность, лояльность есть, скажем так, от всех зависит. Но чем больше не можешь сам инвестировать, ну привлеки людей. Это же тебе тоже будет выгодно. Вам тоже будет выгодно, понимаете? Это двойная вещь. Одно дело, я просто проинвестировал, положил и сижу, жду. Как? Ну вот кто-то выведет, вот там ребята посуетятся, миллионы людей, да? И совсем другое дело. Я проинвестировал, нет у меня возможности инвестировать. Я обучаюсь, я приглашаю людей. Я тем самым получаю для инвестирования себя средства. Они инвестируют. И мне не надо этих средств. Я эти средства зарабатываю. Почему этим не пользоваться? Понимаете? Я сейчас уберу, потому что падает... Я уберу свой вид, к сожалению, или к счастью, значит, интернет-мощность... Поэтому, дорогой, кто тут у меня, Геннадий, следуйте, будьте логичны в этом деле. Не обязательно. Согласен. Те, кто пришел и позднее, миллион, это сложно, это сложно. Да ничего не сложного нет, Геннадий, или кто там, Ирина. Значит, я вам объяснил технологию, что сложно, что не сложно. Нету своих средств, тогда привлекайте людей. Вот, пожалуйста, вот механизм у вас здесь. Я вам показываю. Это самая простая схема. Прослушал вебинар, ага, разобрался. Привел, провел столько-то встреч, презентаций, технологий. Ага, сколько обеспечил? 5 инвесторов. 10 инвесторов. 20 инвесторов. 20 инвесторов. Давайте я посчитаю. Или возьмем 10 для круглого счета. 10 инвесторов. Каждый по 100 долларов проинвестировал. По 15 процентов. 150 долларов у вас уже есть в кабинете для того, чтобы проинвестировать. Я уже какое-то время назад рассказывал байку из моего конкретного опыта. Я плохой, ну как бы специалист маркетинга. В том смысле, что не сильно умею продавать за себя. Но у меня есть знакомые, которым я естественно, чтобы они потом бы не упрекнули, не сказали. Маслов, ты что закресятничал и не рассказал нам вовремя про это дело? Одному академику рассказываю. Говорю, Валерий Павлович, смотри, какая шикарная возможность участвовать. Он говорит, слушай, я тебе почти что верю. Ты знаешь, но вот мне средства нет. Говорю, ну сколько ты вот так вот мог бы оторвать от своего сердца? Значит, я бы оторвал больше, жена не дает. У меня пенсия. Я говорю, ну посчитай, сколько? Он говорит, ну 25 долларов это предел моих мечтаний. Я говорю, ладно, давай договоримся так. Ты инвестируешь 25 долларов своих кровных в пакет. Вот, в случае если, он у меня спрашивает, в случае если у меня не будет вот как-то вот, я не перехвачиваю. Я говорю, я перехвачу тебе 25 долларов. Ладно, проходит две недели. Сделали пакет. Проходит две недели. Он говорит, звонит мне, говорит, Владимир Владимирович, ты знаешь, вот у меня тут есть предпринимательша одна, молодая. Значит, она прямо вот загорелась информация. Я не могу ей ничего рассказать толкового больше, чем вот усвоил. Можешь прийти рассказать. Пришел, рассказал. Я начал рассказывать на 10 минуте. Он говорит, все, давайте. Я беру 250 долларов на 10 месяцев каждый месяц. Начинаю инвестирую. Субтитры создавал DimaTorzok Дайте обратную связь. Меня слышно, меня выбило, выбросило. Да, есть. Все, спасибо, спасибо, друзья. Все, спасибо. Да, я вернулся. Я вернулся, радуйтесь. Так, значит, ага, я сейчас посмотрю ваши вопросы. То есть, понимаете, да? Поэтому все от нас зависит. Можно сидеть, стянать, что у меня денег нет, и нихрена не делать, и можно суетиться. В хорошем смысле этого слова. И делать важное для себя, в первую очередь, дело. И для проекта важное дело. Вот в чем загвоздка, дорогие друзья. Я уже неоднократно говорил, что и на вебинарах, и на семинарах, и на конференциях, что есть две позиции, как минимум. Проинвестировал, сижу, ушел в соседнюю комнату, уехал в другое государство, сижу и жду, когда они, они, все они, да, вытянут этот проект. Совсем другое дело, я сам активно в этом деле участвую. Тем, чем могу, а не тем, чем хочу. Есть разница, чем могу, дорогие друзья, подумайте, пожалуйста, на 5000. Нормально все из видео. Так, если покупать, не надо покупать, Виктория, постоянно акции вы инвестируете, вполне реально купить несколько миллионов. Конечно, реально, если инвестировать правильно и участвовать в приглашении людей. Понимаете? Ведь, скажем так, это как длинная дистанция, на которой легче идти по этой дистанции, когда ты идешь в группе. Группа помогает тебе продвигаться самому дальше. И какой-то фрагмент на примере Валерия Павловича, добрая ему поддержка, вполне реально. Это просто вот как вот случай. Значит, нет звука, звук уже есть. Так, что еще? Сейчас есть звук? Есть. Все. Значит, таким образом становитесь ключевыми инвесторами, друзья. Идем дальше. Вот про ключевого инвестора предпринимателя. Создаю свой бизнес. Создавайте, кто там с 500 долларами в месяц. Создаю структуру. Формирую команду. Повышаю свои компетенции. А там, смотрите, какие признаки. Помните там, какие? Компетенции. Читаю книги, смотрю видео. Разбираюсь, что к чему. Разбираюсь технологией. Не надо до основания разбираться. Для того, чтобы на самолете летать, не обязательно знать, как он функционирует. Но основные функции надо знать. Получая поддержку фонда. Или фонда, значит, это было когда-то. Тут я старым слайдом пользуюсь. Это всемирного фонда теперь. Веду бизнес-инвестора, использую все инструменты. Масса инструментов у нас есть. И второй вариант. За счет этого появляются у меня средства. И я инвестирую, создаю свой портфель акций. Плюс за счет этого тоже еще. Коперируюсь. Становюсь членом всемирного фонда, который мне позволит еще больше и еще активнее заниматься. Участвую во многих адресных проектах, кроме всего прочего. То есть мой бизнес не останавливается. Я становлюсь с локального, местного, становлюсь всемирным. Активация акций через адресные проекты. 10% этого акций обязательно можно в краткосрочные удовольствия вкладывать. Риски будут? Будут, да. Значительно больше. Инициация адресных проектов. Это еще отдельный бизнес. Тем, кто сидит на недостаточном, на малых средствах сейчас. Давайте, начинайте. Пожалуйста. Это все возможности. Это дает Скайвей, дорогие друзья. Всемирный фонд развития и обеспечения Скайвей. Его создание потихонечку идет. Об этом тоже мы немножко сегодня поговорим. Пропал, не пропал. Идет Маслов, разговаривает так. И еще раз. Сегодня у нас 10 этап. Опять пришел вопрос из той же самой Бельгии. Не знаю, то ли они не читают, то ли они не слушают. Но приходят вопросы. Когда закончится 10 этап? Я четко так и написал. Когда инвестиции 25 миллионов долларов будут получены для дальнейших действий Экотехнопарка. Вот. Все. Кто-то спрашивает. А, были обещаны большие инвестиции? Да. Обещаны. Они еще не отменены. Они в работе. Но это не через день. Это все занимает от полугода до года, как правило. Прежде чем инвестиции доходят до большие инвестиции, дорогие друзья. От 500 тысяч и выше. Их движение там от трех месяцев до года бывает, чтобы их провести. Вот. Потому что все не так просто, как иногда это кажется. Одиннадцатый этап. Пожалуйста. Вот он здесь и так далее. Всего у нас осталось столько-то акций. И еще надо проинвестировать менее 130 миллионов долларов, чтобы технология по всем параметрам была завершена. В том числе и по высокоскоростной трассе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. До 25 миллионов. Чуть-чуть, может быть, даже меньше. Если кто спросит, сколько собрали, не могу сказать. Если скажу, то совру. Потому что точно не знаю. Точнее всего знает главный бухгалтер, главный финансист проекта. Она никогда ничего точно не говорит конкретно, потому что этого нельзя делать. Вот 11 этап, 12-13, все может очень быстро пройти. Да, вы скажете, вы и в прошлом году это говорили, да, естественно. Процесс идет, мы развиваемся, процесс развивается. И нам молиться надо, что у нас есть еще хорошая возможность. Понимаете? Потому что закончился все, у нас отпадет возможность больше участвовать в долгосрочном, ну, как бы более того, что мы имеем на данный момент. Поэтому это надо очень четко себе представлять и иметь в виду. Значит, от чего отталкиваются вообще, дорогие друзья? В конечном итоге, так называемые несколько таких полуфилософских или, скажем, ну, размышлений. Ты становишься на путь саморазвития и командной деятельности. Это как инвестор-предприниматель. Не важно, даже не говоря уже только о Скайвей. Просто в любом случае. Или ты так ходишь по кругу, человек ходит по кругу, каждый день повторяет, что он делал вчера, 33 года назад вчера и так далее. Практически же ведь ходим по одному и тому же кругу, большинство из нас. Поэтому у нас и, как бы, а пришли мы совсем с чем-то другим. Поэтому у нас постоянно, большинство из нас, к сожалению, постоянно наше, скажем, высшее я отсекает и говорит, ну, подними ты голову от стола, подними ты выше носа, посмотри в будущее. Посмотри, зачем ты сюда пришел в этот мир. Определись, рискни где-то. Разверни свои плечи. Используй возможности, как тебе дают, как в том анекдоте. Я же тебе и бревно присылал. Я тебе, ну, пойди хотя бы лотерейный билет купи. Поэтому первый вопрос относится к тому же. Понимаешь и учитываешь все прежние схемы и то, что принципы меняются. Ведь дело-то в том, дорогие друзья, что на сегодняшний день очень многое в мире меняется. Ведь метание, значит, это же тоже не просто так. Многое, когда люди метнулись и начали западать на крипто или еще на что-то. Ведь люди мечутся тоже в подспудном понимании того, что мир просто дико нестабильный. Мы не знаем, будет ли завтра доллар, будет ли завтра рубль и какой он. Может быть, он завтра будет очень большой рубль. Больше юаня, больше доллара. А может быть, не будет. Может быть, что-то придумают другое. Понимаете? Вот. Мир, банки в страшной нестабильности находятся. Вы не представляете, что творится. Например, ко мне обратились за интервью портал Baltic News, балтийские новости. Значит, и спрашивают. Скажите, пожалуйста, вот вы у нас время от времени как эксперт, мы задаем вам вопросы. Банк Эстонии, банк Эстонии, значит, объявил там предпринимательным то-то и то-то. Не буду сейчас в детали вдаваться, надо больше объяснять, если я это расскажу вам. А я говорю, скажите, а кто такой Банк Эстонии? Зачем он вообще нужен? Посмотрите в нашу Конституцию. И там четко написано еще, насколько я помню, даже на сегодняшний день. Банк Эстонии – это орган, государственный орган, который управляет национальной валютой. Где наша сегодняшняя валюта? Там сидит почти 200 человек, достаточно одного человека, чтобы регулировать евро. У нас нет больше национальной валюты. Что они там вякают? Понимаете? Банки придумывают, каких только они правил не понапридумывали. Вы не представляете. Я мог бы вам сейчас полтора часа рассказывать о том, что они всего понапридумывали для того, чтобы ежемесячно какие-то отчеты давать. Банку начинать отчеты давать. Куда ты деньги делал? Почему ты выше 5000 проинвестировал и так далее? Это полный цирк, понимаете? Это я за свои личные средства должен предприниматель это делать. То есть они тоже находятся. Я уже не говорю о нас, простых людей. Важно, что виртуальная среда стала площадкой, усиливающей в разы возможности. Это так. Что такое виртуальная? Это социальная масс-медиа. Пожалуйста. Это интернет. Пожалуйста, инструменты есть. Осваивайте, дорогие друзья. Геннадий, у вас доход 500 долларов в месяц. Воспользуйтесь. Время-то у вас есть. Вы же не 24 часа зарабатываете свои 500 долларов. Нет других возможностей. Сидите, обучайтесь. Это каждого другого Геннадия, Виктора и Елены касается. Поэтому, пожалуйста, ресурс есть. Кроме того, есть мощнейший ресурс у нас в Capital в личном кабинете. Все, пожалуйста, на сайте. Все есть. Пользуйтесь. Есть различные другие. В ВКонтакте, ВФейсбуке, что угодно. Свой там, свои различные можно другие вещи устраивать. Важно диверсифицировать свои средства, вклады и тому подобное. Это у кого есть. Их надо диверсифицировать. То есть, как бы вот, ну распределить в разные корзины. Ну, хотя бы в две корзины. На одну кто-то встал. Другая, дай бог, все-таки хотя бы что-то встала. Недалек тот день, когда недвижимость, земля перестанет быть частной. Многие говорят, да, я вот лучше в землю, вот я туда вложил. Это у кого есть вложить, да? Или вот я схватился там за свой участок. Да, может быть будет, может быть нет. Но фактически мир должен прийти и придет, я вас уверяю. Даже я еще, вероятно, на своем веку увижу это. Что земля не имеет быть, нет ни у кого права быть собственником земли. Это всеобщая собственность. И когда, вот то, помните, что в начале вебинара вам показал, что за землю мы все сегодня в ответе. Это происходит лишь только того, что у Иванова, или у Сепа, или у Джона есть участок, вот там он себя, а все остальное не его. Понимаете? Да, у меня есть собственник, вот ее облизываю, а все остальное, пардон, закакиваю, если не сказать, что затираю. Вот, поэтому это во всем так. Поэтому земля в любом случае со всеми ее недрами, со всеми ее полезными скопами, это всеобщее достояние. И к этому мы придем. Если не придем, не быть нам здесь на этой земле. Всем, к сожалению. Пришли мы и не пришли. Поэтому здесь нужен консенсус. И он недалек. Или будет то, что может быть. Недалек тот день так. Не слушайте советов большинства. У них мало денег. Это я взял из одного очень интересного, из очень интересной книги. Много об этом говорит, кстати, Киосаки, Роберт Киосаки. Кстати, об этом говорил и Трамп. Они свои совместные книги писали и так далее. Создавайте базу для долгосрочных средств благополучия. Вот весь разговор у нас об этом. Допускайте определенный оправданный риск. Но не властьте в кредиты или что-то еще. Оставляйте всегда страховой фонд, чтобы вы смогли бы застраховать свои неверные какие-то шаги. Выше крыши прыгать нельзя. Дорогие друзья, если бы вы были одни, то тогда еще рискуйте. Но за большинством из нас стоят близкие, дорогие, родные нам люди. И рисковать мы не имеем права. Самой востребованной валютой будет идеи. Они уже сейчас есть и будут в дальнейшем. Поэтому думайте об этом. И не случайно там сказано, что адресный проект это тоже есть. Инициация адресного проекта это тоже есть идея. Поверьте мне, это так. Подумаем, куда двигается мировое сообщество. Я немножко об этом сказал. Время наше подходит, тут уже очень сильно поджимает. Поэтому я сейчас не буду. Но подумаем, куда она двигается. К операции. К полной партнерству. Если мы к этому не придем, будет очень плохо. Поэтому даже то, что ищи партнеров в нашем перечне жизненных принципов предпринимателя, это тоже из этой серии, дорогие друзья. Сидишь сам. Ну и сиди на 500 долларов. Начинаешь искать партнеров, находишь возможности средства. И чем дальше, чем выше по структуре мирового сообщества, тем это сильнее работает. Новый этап локализации принимать перед принципиально новой глобализацией. Но это уже другая история. Значит, сейчас идет очень такое жесткое, как бы, заглядывание внутрь территории, внутрь государств, внутрь своей семьи, внутрь своего предприятия. И уже после этого приведи здесь все в порядок. И после этого смотри, что нужно сделать на шаг или на уровень выше. Вот к чему это. Скажите, как примерно своими долями можно участвовать в адресных эспортах? Юра. Значит, смотрите. Долями вы никак не сможете. Вот акциями сможете участвовать. Значит, поэтому, ну, назовите это пока долями. Я уже сказал, почему это так. Вот, очень просто. Ведь участие в адресном проекте тоже будет, вы понимаете, миллион человек собрать, по сто тысяч каждый, это некомфортно. Поэтому Всемирный фонд, он, с одной стороны, он будет в какой-то степени, у него будет и уже разрабатывается центр адресных проектов, который даст возможность копирироваться нам с какими-то своими долями, как вы называете, фактически это акции, акциями, скажем, в адресных проектах. Потому что адресный проект уже не будет от головной компании, ни от меня, ни от вас, ни от кого другого, будет зависеть от акционерного общества, управляющего адресным проектом. И там будут свои правила разработаны уже на конкретный адресный проект. Но могу сказать по аналогии, что, скажем, там будут какие-то пределы, там, десятью миллионами, там, или, там, скольки. Это значит, что десятью миллионами участвовать, это, если это говорит о том, что у вас должен быть, это, скажем, запас, вот, десять процентов от вашего общего запаса. То есть, когда надо сто миллионов иметь, как минимум, свой портфель акций, чтобы рискнуть десятью миллионами. Поэтому, скорее всего, там, лучше десяти человекам участвовать по миллиону, вот, скоперироваться через Всемирный фонд и участвовать в этом проекте. То есть, будут выбираться, будут анализироваться проекты и так далее. Таким образом, ну, вот я один из принципов вам рассказал. Здесь можно долго сейчас это муссировать, но это не наша основная задача, Юрий. Так, огромное спасибо всем, кто верит и инвестирует проектам. Конечно, Века, ведь Самара, Светлана, дело в том, что, естественно, сейчас я как раз на этой ноте и хочу подвести черту. Да, правильно, Юрий, будем. Все будет, все будет, но для этого нужно сегодня идти дальше. И смотрите, значит, я сейчас вернусь обратно, немножко поговорим об онлайн. Вот тезисы, которые я для вас сегодня подготовил на тему. Малый вклад от большого количества людей соизмерим с крупной инвестицией, дорогие друзья. Поэтому проанализируйте, проведите ревизию своих инвестиций. Это и вам полезно, и нам опять-таки всем вместе полезно. Поверьте мне, это так. Так, общее дело, это наш общий проект, поэтому это наше общее дело. От нас всех и от каждого, в частности, зависит его успешность. И поэтому я не имею права, ты не имеешь, они не имеют права уйти в соседнюю комнату, разве что только по очень уважительной причине, засесть и ни хрена не делать. И ждать, когда мы или когда они вытащат этот проект, и когда он капитализируется, и я буду получать свои блага. Затихариться не та стратегия, и это будет все оплачено где-то в будущем. В плохом смысле этого слова. Если я не участвовал, а проехался в чем-то рюкзаке. Это я не пугаю, я просто говорю, это позиция, дорогие друзья. Поэтому, неважно чем, я сказал средства, нет денег, учись. Не хочешь учиться, привлекай людей. Не привлекаешь людей, инвестируй. Нет денег, учись. Не хочешь учиться, привлекай людей. Не можешь привлекать людей, инвестируй. И вот так вот по кругу ходите и задавайте себе вопросы до тех пор, пока вы на какой-то не осветить. Да! Инвестируя сегодня в проект, мы создаем себе возможности участия в дальнейшем его развитии. Адресные проекты. Пока мы сегодня не проделаем свою работу, мы не создаем себе площадку для будущего. Я могу вернуться к первому рисунку, где я вам говорил о том, о триединстве технологии, экотехнопарка и акций. Это была база, дорогие друзья. Были очень великие риски, они все время минимизируются. Но от нас зависит, насколько они вообще сойдут на нет и выйдут в благо, на которое мы рассчитываем. Это не утопия, это реальность. Но эту реальность создаем мы сегодня, каждый день, каждым нашим решением, каждого из нас. Не кого-то отдельно, каждого из нас, дорогие друзья. От нас зависит скоро, как скоро и каким образом инвестиции окупятся и начнут. Но это тоже истории другие. Выгоды начнут осуществляться. Не буду уже повторяться, я и так многому солил это дело сегодня вам. Благодарим вас за лояльность, я лично благодарю, за лояльность проекту и за доверие. Понимаете, от этого очень много зависит. Очень благодарю вас за лояльность проекту и за доверие. Желаю вам того же. Поэтому, дорогие друзья, что ваши последние вебинары стали очень малоинформационно, активно. Я пытаюсь вспомнить, что нового я сегодня от вас узнал и не смог. А что вы хотите, Владимир, от меня узнать нового? Куда? А мы идем. И ходите. Но если вы открыты, то что-то новое я вам привнес. Если это все вам известно, ну что ж, тогда вы просто получили подтверждение тому, что вы на правильном пути. Вот и все, дорогой, кто там был? Владимир. Новости еще будут. Но новость это не самое главное. За новостями можно ходить на рынок или еще куда-то. Но с новостями, друзья, все, уже этот период прошел. Забудьте. Больше таких аховых новостей не будет. Будут деловые, деловая информация. И таким образом, дорогие друзья, наш вебинар заканчивается. Я вас благодарю. Желаю вам доброго здравия. Защитникам Отечества. Не важно, где бы она ни была. Я сам прошел армию, Красную армию, Советскую армию. Значит, два года отслужил. Вышел из армии в звании старшего сержанта. С должности, офицерской должности. Служил я в ракетных войсках стратегического назначения. В школе обучал курсантов, которые приходили и уходили в части. И тем не менее, я свой долг отдал той стране, в которой я был и которой я давал свою присягу. Поэтому неважно, в какой стране вы бы сегодня не жили. Будьте ей лояльны. От этого зависит благополучие вас и вашей страны. Вас, вашей семьи, ваших будущих благополучий. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Строй сковей, спасай планету. Ну и там так далее с Транснетом. Всего доброго. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok